Выставление отломков в правильное положение и фиксация гипсовой лангетой. Называется закрытая репозиция, переломом правой лучевой кости. Людмила, будучи жительницей Владивостока, уже привыкла к резким переменам погоды. Но последние капризы природы, что пришлись на минувшие праздничные выходные, буквально выбили ее из колеи. Или вернее, колею у нее из-под ног. Шла, подскользнулась, упала и все. Очень сильный головед. У нас дорога, нет дороги. Вообще шиномонтаж на столетие, Каличево-24, там тропинки вообще никакой нет. В результате перелом лучевой кости, причем средней тяжести. Восстановление не меньше шести недель. Для трудоголиков-владивостокцев это означает полтора месяца на больничном, что причиняет значительные финансовые неудобства. Для травмпунктов Владивостока, что удивительно, в празднике работы было не очень много, несмотря на обильные снегопады. Ну, дело вот в чем. Когда сам идет снег, особенно в последний раз, когда было очень много снега, посещаемость и травматизм в эти дни падает. Во-первых, люди не выходят на улицу, были праздники. Во-вторых, снега много, гололеда еще не было. Ну а к утру понедельника дорожная и, что важнее, тротуарная ситуация изменилась. Вся эта снежная каша начала подтаивать и, обдуваемая приморским ветром, примерзать к асфальту. Неудивительно, что начало рабочей недели совпало с пиковыми значениями посещений травмпунктов города. Если в те дни после снегопада у нас было где-то 55, 45 до 70 человек, то в этот понедельник за сутки прошло 93 человека. И это лишь в одном травмпункте. Врачи отмечают, что подавляющее большинство пострадавших от голого льда – женщины трудоспособного возраста. В числе главных причин травматологи указывают неудобную обувь и, конечно, безупречную работу дорожных служб. Впрочем, и подстраховаться в период опасной для здоровья и жизни наледи вполне возможно. Стоит ли выходить на улицу? Первое. Если нужно выходить, выбирать правильную, нескользкую обувь. Это толстая подошва, рифленая, полумягкая резина. Третье. Нужно выбирать пути следования. Нужно, может быть, выигрывать пути, но выбирать те участки, где более-менее расчищены. И, конечно, травматологи напоминают о самом главном – нужно уметь правильно падать. При потере равновесия – группироваться. В обычные дни – поддерживать физический тонус, чтобы не шокировать организм внезапными встрясками на ровном месте. Ну а если все-таки упали, незамедлительно обращаться к врачу. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова